Добрый вечер. Есть первый миллион. Это я не про деньги. В деньгах оно выходит куда дороже. Это я про сбор зерновых этого года на Алтае. Ну, нормальный промежуточный результат. Но что дальше? Каковы виды на урожай и его последующую продажу? Обсудим. Начну же с предсказаний. Ну, не гороскопов, а все-таки. До выборов ровно месяц. За КЗС будут бороться всего пять партий. Столько допустили в Госдуму, их целых 14. И вот эксперты на неделе оценили их шансы. По данным экспертного опроса, проведенного аналитическим центром Сибирской медиагруппы, в краевое ЗАГС-собрание попадают лишь четыре партии. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то Единая Россия набрала бы 42,3%, КПРФ – 17,7%, Справедливая Россия – 13,2%, ЛДПР – 12,4%, а Яблоко – лишь 3,7%. Ну, не знаю, устраивает, не устраивает такой расклад. Он в Яблоко и в Единой России, наверное, стремятся к большему. Мы видели, что Яблоко по опросам не проходит. Ну, или не стремятся, а боятся получить еще меньше. Вот видите ли, в партийных штабах, с кем не поговоришь, свои планы реальные нам, журналистам, либо не открывают, либо делают, наоборот, мега пафосно. Мол, всех при всех завоюем, победим. Что ли себя так успокаивают? Поэтому нужны опросы стороны. Эксперты будут высказываться еженедельно. С динамикой прогноза буду вас знакомить по пятницам. О степени вероятности ее предсказать не может никто. Ну, так, для общей ориентировки любопытно. Давайте к главной теме. Выступая на ежегодной Столыпинской конференции, губернатор края Александр Карлин заявил, что в регионе собрали первый миллион тонн зерна. Несмотря на погоду, в частности, град и дожди, темпы сельхозработ остаются на уровне прошлогодних. А прогноз на урожай даже более благоприятный, чем в прошлом году. Если, опять же, погода не подведет. Власти конкретных цифр прогноза на урожай называть не очень-то хотят. Боятся сглазить или, скорее всего, того, что им потом укажут на различия между прогнозом и реальностью погоды, ведь тут и все такое. А нам-то с вами чего осторожничать? Вот давайте разберемся. Смотрите, по краю получается так. 5 миллионов тонн зерна и выше – это зона рекорда. Меньше 4 миллионов – наоборот, зона зерновой неудачи, так сказать. Так вот, провал был в 2014 году, когда Алтайский край получил всего 3,5 миллиона тонн. В прошлом году на уровне среднегодовых – 4 миллионов тонн, даже еще 100+. По всем прогнозам, около этого среднего – 4 миллиона, может быть, чуть больше, и должны набрать в году 2016. А вот в России в целом прогнозируется урожай рекордный. Сегодня намолочено на треть больше зерна, чем год назад. В текущем сельскохозяйственном году Россия может стать крупнейшим в мире экспортером пшеницы, впервые опередив не только каждую из стран по отдельности, но и весь Евросоюз. Особенно это вероятно, если произойдет отмена экспортной пошлины на зерно, что обсуждается сейчас в правительстве. Почему отменяют пошлину? Потому что власти страны считают с внутренним рынком все хорошо, можно еще больше отправлять зерна на внешний, не оголодаем. А что с ценами? Упадут ли они из-за богатого урожая? Ну вот сейчас идет такая мелкая расторговка между аграриями и теми, кто скупает зерно. Одни постоянно жалуются на других, мол, цены высокие, цены низкие. Но в целом тенденции к резкому падению цен на зерно просто нет. Как ни крути, общая инфляция в стране цены ронять не дает ни на что. А пока в сравнении с прошлым годом они только растут местами немало. По данным статистики, в целом зерновые и зернобобовые культуры за год на Алтае подросли в цене более чем на 120%. Особенностью этого года также является то, что крестьяне не спешили и не спешат расставаться с собранным урожаем, рассчитывая получить больше денег, чем сразу же после уборочной. Реплика сегодня звучит так. То, что крестьяне не спешат продавать зерно, это очень важный признак, важнее промежуточного сбора. Это признак здоровья отрасли. Почему продают после урожая по минимальной цене? Потому что кредиторы пристают с ножом к горлу. А если есть возможность поиграть с ценой, поберечь урожая до лучших времен, значит у крестьян накопился. Хороший такой запасец жирок и ситуация в аграрной сфере и края, в сфере зерна в целом благоприятно. Вот редко такое приходится говорить. А тут скажу счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok